Как же похорошела Америка при Байдене? Калифорнию накрыла эпидемия краж пожарных гидрантов. Их утаскивают, чтобы продать на металлолом, как в банановых республиках. Учащаются и случаи кражи уличных фонарей и проводки, которые затем сдают на медь. Это коснулось и зарядок для электрокаров, проектов демократов, которые так не могут их построить в достаточном количестве. С начала пандемии цены на медь выросли в США на 30%, а на сталь на 200%. Спасибо Байдену. Ну а кражи металлических изделий уже превращаются в целую преступную индустрию. Как и организованные набеги на торговые центры, откуда забирают дорогой алкоголь, технику, украшения и брендовую одежду. Затем все это продают за полцены в Даркнете. В Калифорнии уже декриминализировали кражи в магазинах, а вскоре будут дополнительно сокращать полицию из-за колоссального дефицита бюджета в 45 миллиардов долларов. Средний класс и бизнес массово уезжают из Калифорнии, а их замещают нелегальные иммигранты. На нелегалов тратятся миллиарды долларов, как и на бездомных, наркоманов или чудо-проекты по осваиванию бюджетов на скоростных железных дорогах, которые никогда не достроятся, пока Калифорния быстро скатывается в состояние страны третьего мира. Калифорния – лишь пионер в данном направлении, за которым следуют другие либеральные штаты. При этом две трети малого бизнеса в США напуганы состоянием своей страны. 75% американцев имеют самый пессимистичный настрой о будущем байдономики. И кажется, что дальше будет только хуже с размыванием среднего класса, бесконечным падением реальных доходов и бюджетным кризисом, ведущим США в долговую пропасть. Продолжение следует...